Мы приехали в Шаба, и нам удалось пробраться в заброшенную усадьбу Ансельма. Окошко заложено. Ну вот сверху вот это тоже. Родное, да? Оно родное. Потолок. Да. Вот, вот, камин. Ага. А я о чем и говорю. Потом мы прогулялись по территории заброшки. Там машиночек. Но так и не смогли найти одно старинное строение, которое я видел на фотках, когда готовился к поездке. Где оказалось? Конюшню, уже когда вышли, вот она. Она прямо возле входа находится. И есть. Здесь какое-то интересное строение. Что-то, да, интересное, вон, как что-то погреб, насыпь какая-то, не знаю. Ребятки, мы вернулись. Хотим посмотреть, что это за конюшня и насыпь. Ого. Нифига себе. Посмотрим, блин. Однако еще до того, как попасть на территорию усадьбы, мы остановились возле Свято-Николаевской церкви, которая была основана в 1805 году. Год, но он отбитый. Потому что колокол лопнувший. И смотрите, видите, и шмотка здесь не хватает. Вот как раз год здесь сбитый, а город Немиров. Немиров, Подольская. Да, Подольская губерния. 45, что-то. А вот 1000... Есть? Нет, это пут. Нет. Нет, это буквы. 38. Пут. Это вес его. Пут, да. Это его вес. 45 пут, 38, что-то. Наверное, старый тут был когда-то. Старый, конечно. Поставили как реликли. Да. Ну, видно, заменили их. А это один из первых колоколов, может быть. Саш. Ау. Ребятки, всем привет. Сегодня я вместе с Александром. Вы его знаете. Александр. И... И Марина. Я вас снимаю. Целиком снимаешь или частично? Ну, лица. Вот. И мы сегодня приехали в Шабо. Вот сейчас мы находимся на территории церкви Свято-Николаевской, которая была возведена в 1805 году. Основа, наверное. Ну, ребятки, смотрите, часть ворот таких забетонированных сталь. Вот эти, оригинальные. Вот эти, да? Да. А это родная. Ну, да. И вот она сохранилась благодаря, что ее вот так вот заложили камнем. Она была вот так вот, наверное, по всей ее... Нет, скорее всего, что здесь, что-то калитка была. Угу. Угу. На свято-то форме, да? Она открывалась. А это могилу Священников еще... Еще 880. Да, где-то 19 века. Это вот. А рожден в 12-м, да, дождь? Владимир Васильевич... Владимир Васильевич Крестовский. В 12-м, да? Родился в 1812-м, а скрещался в 1885-го. 73 года. Ничего. И тут вообще не написано. Мир праху твоему незабвенный. А что, кто? Не, не понятно, куда? Здесь покоится прах девицы Марии Рогальской, умершая ноября 1880-го года, на 18-м году жизни. 18 лет, да? Ну, вроде да. Вы поселили... Вы по истории? Да. А эта церковь, она была католическая раньше, или... Нет. Она всегда была православной, да? Да, она всегда была православной. Не, не закрывалась. Там 1805-й год, ну, как бы, община организовалась. В советское время не закрывали? Нет, нет. Не повезло, да? Да, да, не закрыли. Только она у нас сгорела. Это мы отстроили все. А заметно, что устроено. Отстроено. Заметно. Четыре года назад сгорело у нас все-то, вверх сгорело, вот это было у нас... А колокол это родной, да, старый? Колокол это из храма, который... Да, первый. Первый, да? Один из первых. Пострадал, да. Давно он? Он пострадал во время пожара, да? Да, во время пожара. Ну, заметно, что он так расколоться-то мог только от падения. Понятно. До свидания, спасибо. Все, спасибо, уважаемые. Хорошего дня вам. До свидания. Ребят, тут склеп есть, оказывается. И где-то проваливается. Это не нам, говорят? Не, да. Здесь я сюда выходил. И что-то я тут... Да, смотри. А, вот этой вот как раз на 18-м году, что? Возможно, да. Видишь? Вот это? Посмотри. Да, вот она. Так уйти может только пустое пространство. Достаточно глубокое. Вот здесь? Да, здесь. Там... И вот эти две дамы, они... Так нет, просто проваливаются. Осело мотиво. Я бы не рисковал. И эти дамы сказали, что возле креста, склеп. Но они, я так понял, возле того... Нет, нет, нет. Вот здесь. Обычное храмовое кладбище для священников и их родственников. Ну, тут не написано, что она. Оно написано, что... Прах девицы. Прах девицы Марии Рогальской, умершей там в 1880-е, что-то, на 18-м году жизни. Может быть, родственники по благословению священника. Все может быть. Вот, пожалуйста, родственники священника, тоже упокоенные. Или какая-то... Какой-то... Жена. ...человек значащий для этого села, которого могли похоронить. Протеерия, который спонсировал строительную... Тоже так. ...реставрацию этого храма. То есть тут могила не только именно каких-то священников. Да, да, да. Разрешается по благословению. Такое редко, но бывает. Да. Такое редко, но бывает. Нашли, ребята... Где оказалось? Конюшня, уже когда вышли, вот она. Она прямо возле входа находится. Справа. Сереж, что бы у ракурса лучше, удобнее? И есть... Здесь какое-то интересное строение. Какое-то, да, интересное вам, как что-то погреб, насыпь какая-то, не знаю. Может быть, ледник. Вот, конюшня. Что, не будем идти? Что, ты будешь вернуться? Не знаю. Конюшня, как конюшня, мне больше вот эта вот насыпь, интересно. Что это за... По-моему, просто насыпь или... Не знаю. А может быть, какой-то ледник или еще что-нибудь. По-моему, тем временам. А нам это уже не готово. Блин, тут шелковицы много. Прямо возле этой усадьбы, виллы, центр шаба, вина. Ребятки, мы вернулись. Хотим посмотреть. Ну, собаки, видите, они дружелюбные. Хотим посмотреть, что это за конюшня и нас. Кстати, тут написано, что я прочитал. Написано в лаборатории. Машина стоит. Понятно сколько. Вот оно, то, чего мы искали. Да. А под машиной яма, кстати. Ну да. То, что мы и искали, блин. Конюшня. Это конюшня, да? Это конюшня. Ого. Нифига себе. А может, это и не конюшня? Там в подвалы идут вниз. Это, может, для вина хранили. Не понял. Вино хранили, может быть, тут. Нет, это действительно. Так вы видели там какая? Там вниз идет в подвал. Там лестница огромная. Еще вниз? Да. Ну, скорее всего, что здесь и подвалы были, и все. Вон, стоять. Да, круто. И вон туда идет еще ниже лестница. Да, да. Как погреба. Да, и погреба заодно. Шикарно. А что вот это за ерунда? У тебя складка какая-то интересная. Углы. Ну, я не вижу нигде входа. Вот тут вот что-то. Вот тут вход. Александр. Здесь. Ну, пролезьте, не знаю. Сколько тут. Вот дырка. Да. Да, Сережа, это... Это ледник. Нельзя там дальше? Да, это... Это хранилище. А, вот, пройдите. Да, и уходит вниз, ну да. Далеко? Ну да, вниз. Ну-ка, может, зайдем? Фонарик есть. Ребята, мы нашли. Посмотрим, что там. Интересно. Таня? На ту сторону просто заходил. Угу. Вот заделанный проход. Засыпал на ту сторону. Что там вниз? Здесь же усыпи какие-то. Что-что? Усыпь идет. На два усыпя. Ну-ка. Ну, там и дальше помещение. Да, да, да. И смотрите, идет туда дальше. Кладка родная идет дальше, вот внутри. А что здесь? Ага. Учитывая машину, с этих стен, можно дать действительно. Скорее всего, что это для погреба. Для вина? Винный? Винный погреб. Ай, прям. Хранилище мясо. Там тоже такая же комнатка, но тут, может, чуть побольше. Ну-ка, скорее всего, уже. Ну-ка. Еще. Ох, эти лазят. Хрень это. Упала. Что это вообще? Перестроенная. Так вон, смотрите, дальше что тут еще. Еще. Как будто дом без крыши или что это? Насыпано. Туннели. А здесь окна. Есть окна? Это для тех, кто любит засыпанные города. Ну, это погреб, наверное. Да. Какое-то подсобное помещение. Которое засыпали потом. Да. Немножко перестроили. Судя по тому, что занимались вином, наверное, для вина это все. Все, полезли. Назад. Не говорили подсобное помещение, на хранилище для чего-то. А учитывая массивность камня наружного, может быть и ледника, и все, что угодно. Потому что все времена хранили продукты в камнях, не знаете как. Вот такое тут. Погреба. Думаете, терпим нам? Нет. А вот смотрите, плитка. Вижу. И поверхние камни. Настройка. То есть, что-то тут. Что-то тут. Что-то тут. Ну, вот это ж было. Был дом, может быть. Это пол его был. Надстроили. Подвал остался. Я понял. Это был дом сверху, наверное. Правильно? По идее. Может быть. А внизу были подвалы или погреба. Может быть. И вот они так засыпали его. Может быть. Нафига. Вот тоже такое же что-то. Да. А тут можно выйти, кстати. Можно. Ну, вот такие ребята. Интересные тут места. Я думаю, вы должны поставить за это лайк. Видите, мы... А кто открыл капот? Не знаю. Был закрытый. Знаешь, кто-то есть, что ли? А кто-то знает. Открыли капот вашей. Он был закрытый? Да. Или он сам открылся? Забавно. Да ну и вот. Валя. Добрый день, уважаемый. Это что-то еще... Мы историки из Одессы. Интересуемся ансельвами. Ну, меня не снимают. А вон то вот, где конюшня или что, там тоже подвал, то винный, да, или погреба? Нет, там были склады ранее. А туда попасть как-то можно вообще? Тут был вообще туп-диспансер. Да, я знаю. Ну, там вход отсюда, но там все обвалено. Там потолок уже был. Ага. Тут все нормально вообще. Ну, это только верхняя часть. А вот нижняя, она там сход сполучилась. Ну, тут как какое-то помещение. Вот оно. Забитый колодок здесь для подачи чего-либо. Будка такая. Ну, короче, это понятно. А вот вниз, я хочу вниз спать. Сейчас уже тут... Вот смотрите, вот этот верхний колодок. Здесь что-то подавали. Ага. Видите? Ну, этот колодок забитый. Идем. Посмотрим про него. Это давайте я подам. Или вы хотите сразу все. Да, я смотри. Ага. Сейчас. Важно не упасть, ребят. Тут вот так вот пролазим. И вот смотрите, подвальчик. Такие арки. И вот смотрите, куда набрал. Винный погреб или что это? Старинные арки. Классные арки. Классные арки. Классные арки. Если кто-то пытался, кто-то выкопали что-то. Посмотрите на это. Просто посмотрите. Просто огромный погреб такой. Я думаю, винный, наверное, погреб был. Ну и сверху, смотрите, вот этот потолок. Есть. Шахты такие. Шахты вентиляционные есть. Как там мы видели. Такая лестница. Деревянная причем. И куча-куча бумажек. Какие-то коробки. Есть кружка. Старая. Вскнившая вот кружка. Металлическая. И что туда еще? Сюда еще не ходил. Уже сюда не ходил. Опа. Красная. Из красного камня. Кладка такая интересная. Вот такое место, ребятки. Короче, вылазим. Я вылажу. Все. Он залазил себе. Руку порянил. Видите? Вот так вот. Лестница такая. Вот так вот. Лестница такая.